Президент России желает вернуть Владивостоку былую славу настоящего международного города. Эта мечта Владимира Путина является и моей мечтой. Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан. Сентябрь 2016-го, Второй Восточный экономический форум. Впервые Владивосток посетил премьер-министр Японии Синдзе Абе. Тогда он предложил президенту России Владимиру Путину активно развивать отношения между двумя странами. Спустя три месяца, в декабре 2016-го, в Токио договор о реализации мастер-плана Владивостока подписали японская архитектурно-инжиниринговая компания Никен Си Кей и Российский фонд Единого института развития в жилищной сфере. После японская сторона разработала пять основных стратегий развития Владивостока. Во-первых, это изменение структуры города на умную и компактную. Второе – это реализация устойчивой транспортной системы. Третье – создание бизнес-платформы для реализации новых инициатив. Четвертое – улучшение городской среды. И, наконец, пятое – сохранение при всем вышесказанном особенностей ландшафта Владивостока. Одна из первых задач, которую уже активно реализуют в рамках мастер-плана Владивостока – модернизация газоочистного оборудования мусоросжигательного завода. Вместе с представителями провинции Тоттери и нескольких японских компаний идет долгосрочная работа по созданию дополнительного газоочистного оборудования. Оно способно усилить обработку отходящих газов и наладить операционную работу. Снизить транспортную загруженность улиц города помогут умные светофоры. Первые девять из них заработают на перекрестке улицы Русская и проспекта Столетия Владивостока уже в сентябре. Методы управления потоками автомобилей с японскими партнерами определили сотрудники ФПС и управление по вопросам ТЭК. Японская сторона предложила установить датчики на входящем транспорте на этот перекресток на четырех сторонах, три из которых являются двухполосными в одном направлении и один участок – это от Столетия по направлению к Зари, он трехполосный. Таким образом у нас получается девять датчиков, которые за счет японской стороны будут привезены к нам. Снизить дорожные заторы удастся за счет установки ультразвуковых детекторов и контроллеров. Возрастет пропускная способность дорог, снизится расход топлива и количество выхлопных газов. При успешном тестовом запуске умные светофоры заработают и на других сложных участках дорог Владивостока. Сотрудничество с компанией «Киасан Электрик» началось в 2017 году. «Высокоприоритетным, особенно важно реализовать пилотный проект успешно, своевременно, быстро и, надеюсь, эффективно». Первый в городе концептуальный сад в сквере имени основателя дзюдо в России Василия Ощепкова – тоже совместная с японской стороной работа. Заметить это несложно. Вместе с приморскими здесь отлично сочетаются и растения из страны восходящего солнца. Саженцы, декоративные яблони, тиса, клёна астролистного, азалии, можжевельника, гортензии, разных пород ели – всего около 40 видов. В сад с восточными мотивами приходят не только жители, но и гости Владивостока. Построить в городе больше туристических объектов – еще одна цель, которую японские партнеры планируют реализовать в ближайшее время. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.